Новое помещение для музея предоставлено общественной организации «Боевое братство». Экспозиция призвана хоронить и передавать память о героических страницах отечественной истории. В Нижнем Тагиле состоялся юбилейный 10-й фестиваль, посвященный Булату Акуджаве. На двух площадках дети читали стихи и пели песни знаменитого российского барда. Жить, трудиться и добиваться высот. В детском оздоровительном комплексе «Звездный» состоялся городской молодежный форум «Хочу жить в Нижнем Тагиле». Новое помещение для музея по решению главы города предоставлено общественной организации «Боевое братство». Экспозиция призвана хоронить и передавать память о героических страницах отечественной истории. Возможностей для ведения работы по патриотическому воспитанию в организации станет больше. Музей общественной организации ветеранов «Боевое братство» теперь открыт по адресу Проспект Мира, 54. По соседству располагаются благотворительные организации, оказывающие помощь участникам специальной военной операции. Предоставленное помещение позволило разместить более сотни экспонатов. Раньше из-за относительной тесноты такая возможность отсутствовала. «Благодаря помощи Владислава Юрьевича Пинаева, администрации города, мы получили более большое помещение, более яркое. Также нам Владислав Юрьевич помог в приобретении музейного инвентаря, витрин, другого музейного оборудования. Мы за несколько месяцев музей с нуля воссоздали, сегодня открылись, я думаю, у нас все получилось». Основная часть экспозиции – предметы, принадлежавшие участникам Великой Отечественной войны, которые обнаружены в ходе экспедиции поискового отряда «Боевое братство» в Тверскую область. Отдельные стенды посвящены ленинградской блокаде, локальным конфликтам. Представлены коллекции стрелкового оружия, экипировки российских силовых структур. Кроме того, в музее можно познакомиться со страницами истории Нижнего Тагила. «Уникальный музей – это такое место, где вплотную можно рассказывать нашим школьникам о тех веках истории, которые происходили в нашей стране со времен Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, войны на Кавказе, сейчас проведение специальной военной операции. Надо знакомить, знакомить молодое поколение, рассказывать о патриотизме, о героях». Глава города Владислав Пинаев и председатель Нижнего Тагильской городской думы Вадим Роудштейн стали первыми посетителями музея. В дальнейшем «Боевое братство» планируют тесно сотрудничать с образовательными учреждениями, проводя экскурсии, встречи и беседы для школьников. Шествие «Бессмертный полк» в российских городах в нынешнем году не состоятся по соображениям безопасности. Такое решение принял Центральный штаб Общероссийского гражданско-патриотического движения. Поддержать акцию предлагается в альтернативных форматах с 1 по 12 мая. «В этом году у нас 12 дней будет идти акция, поэтому этот год, безусловно, перекроет прошлый год по количеству участников. Потому что либо один день 9 мая, либо с 1 по 12. Поэтому мы очень надеемся, что в этом году количество участников вот в этих новых форматах, оно будет значительным». Портреты героев предлагается размещать на стенах памяти, в общеобразовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях. Линейки, занятия, разговоры о главном, школах, утренники в детских садах должны пройти с участием ветеранов Великой Отечественной, если это возможно. Локальных конфликтов, специальные военные операции. Могут создаваться уличные галереи. Центральным штабом приветствуется появление портретов на одежде, транспорте. Информацию советуют публиковать в социальных сетях, использовать телетрансляции, медиа-экраны. Всю необходимую информацию можно найти на сайте акции «Бессмертный полк России» в интернете. «Виноградная косточка» – юбилейный. Десятый фестиваль, посвященный Булату Акуджаве, состоялся в Нижнем Тагиле. Его провели на двух площадках – в 32-й школе и в культурном центре Дома Акуджавы. Юные тагильчане со всего города читали стихи и пели песни знаменитого российского барда. Наш корреспондент Екатерина Ритт с подробностями. Мы грезим с юных пор, любовь любви любовью. «Красотки, томный взор» – одна из песен на слова великого барда Булата Акуджавы. Своя интерпретация капельной этот роман с исполнила восьмиклассница 32-й школы Варвара Панишева. На традиционном фестивале «Виноградная косточка» она заняла первое место. Эта песня, мне кажется, более описывает наши страдания в жизни, наши сомнения и путь сам жизненный. То есть без любви, без сложных ситуаций жизнь будет не так насыщена. Обойти их невозможно и без них прожить яркую, счастливую жизнь никак. Фестиваль «Виноградная косточка» организован 10 лет назад по инициативе тагильского поэта Василия Авсипьяна и руководства школы номер 32, где в 30-х годах прошлого века учился Булата Акуджава. В течение нескольких лет он проживал с родителями в Нижнем Тагиле. В наши дни юные тагильчане из разных школ читают стихи и поют песни барда. Я считаю, что это очень полезно для детей, это дает определенное развитие, это формирует чувство доброты и любви, и взаимопонимания между детьми. И это еще формирует личность как таковую. Потому что у Булата Акуджавы не только есть барабанщики, не только есть комиссары, но есть и солдаты в стихах, а это защита Родины. Поэтому в этом году, я считаю, произошел какой-то эмоциональный взрыв и подъем, потому что мы обычно собирали 120-130 человек со школ города, в этом году 250. Это здорово, что наши дети имеют возможность исполнять правильные, наполненные глубоким смыслом произведения, будь то песни, будь то проза или стихи. Я нас всех поздравляю с этим. Именно это является связующим звеном поколения. Фестиваль «Виноградная косточка» проходил два дня. Конкурсный день и гала-концерт. А последним победителям и призерам вручили дипломы и сувениры. Операция спасения не иначе. Вчера днем на улице Карла Маркса произошло возгорание в квартире многоэтажки. На место происшествия были направлены три единицы техники и семь человек личного состава. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось скрывать дверь. Внутри помещения было плотное задымление. В одной из комнат на площади 8 квадратных метров горело домашнее имущество. Локализовать пламя удалось за 4 минуты. В квартире проживает 61-летняя пенсионерка. Из задымленной квартиры ей помог выйти сосед. Она не пострадала. А вот ее питомцев, четырех кошек, пришлось спасать пожарным. Испугавшись, они разбежались по квартире и надышались дымом. С помощью дыхательных аппаратов откачали трех животных. Одно получило травмы, несовместимые с жизнью. Как считают дознаватели, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Долой рекламные обзвоны. С такой инициативой выступили на федеральном уровне. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шаддаев заявил, что ведомство разрабатывает законопроект против рекламных звонков. Мы решили спросить, как относятся к этому тагильчане. Очень достали уже эти звонки, честно говоря. Возможно, кому-то это и надо было бы. Если бы это не было так массово, возможно, что это и была бы необходимость. Бывает среди них, наверное, и толковое предложение. Отрицательно. А почему? Ну, потому что они не всегда, во-первых, корректно разговаривают, а во-вторых, они отнимают иногда время, не вовремя звонят. А в-третьих, я думаю, что в наше время, когда много мошенников, это не совсем безопасно. Поэтому, думаю, иногда смс-оповещение лучше, чем телефонные звонки. Отвратительно. Как надоедают, звонят в неположенное время. По ночам, по вечерам, на работе когда. Плохо, очень плохо. Сама с этим сталкиваюсь. Бывает, звонят, обманывают. То есть, им доверять нельзя. Вообще, раз в 10 в день. То из банка, то с Екатеринбурга, типа зубы там лечить, еще что-нибудь. Это просто уже на нервах все. Сейчас вообще очень редко, потому что у меня МТС, и там эти звонки запрещены сразу, что это идет спам. По-разному. Бывает, что звонят и в течение дня несколько раз. Бывает, вот дочери моей в день по 10 раз даже бывают, звонят. А бывает, что вообще не звонят. По-разному, смотря в какой день. Видимо, когда у них много работы. Очень часто однажды просто случайно ответил на телефон. Это был совкомбанк. И просто они сейчас меня уже терроризируют этим. Можно сказать, два-три раза в неделю бывает часто звонят. Это будет хорошо. Нервы наши на спокое будут. Я считаю, это телефонный терроризм. Просто буквально. Я думаю, что это хорошая идея. Что это в какой-то мере обезопасит очень многих людей, особенно достаточно престарелого возраста. Конечно. Так меньше будет надоедать. Интересно жить, трудиться, строить карьеру и добиваться высот. Всего этого можно достичь в нашем городе. В детском оздоровительном комплексе «Звездный» в эти выходные состоялся городской молодежный форум «Хочу жить в Тагиле». Съемочная группа «Тагил-ТВ» побывала на нем. «Лево, право, лево, право, лево, право, лево, право, лево, право». Знакомство, сплочение и самореализация. Необычный заезд в прошедшие выходные состоялся в загородном лагере «Звездный». От вас сегодня зависит очень многое. И от того, как будет развиваться наш город, в каком направлении, это тоже зависит от вас, так как вы – это наше будущее. И мне бы хотелось, чтобы вы вот эту тему развивали и вникли в нее более подробно, для того, чтобы еще больше влюбиться в свой любимый город и жить здесь, и развивать его. Форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» – это образовательные площадки, встречи со спикерами, полезные мастер-классы и тренинги, спортивные и интеллектуальные мероприятия и культурная программа. Участники – представители работающей молодежи, общественных организаций и студенты. Всего 165 человек. За два дня молодые тагильчане познакомились с программой всероссийских, региональных и городских проектов. Проверили свои знания в интеллектуальном квизе «Игры разума», прошли обучение по проектной деятельности и попрактиковались в разработке собственных социальных проектов на тему «Молодежь городу». Лучшие работы станут участниками городского конкурса проектов молодых граждан «Твоя инициатива». Как Нижний Тагил будет встречать 9 мая? Идет ли подготовка к летней оздоровительной кампании? Почему не объявлен конкурс на строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Новые»? Социально важные вопросы сегодня обсудим в программе «Актуальная тема». Гость в студии – заместитель главы администрации города Валерий Суров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА